Интервью на Шадринфо Расскажите, как же все-таки так получилось, что вы приехали учиться именно в Шадринск? Ну, приехал. Причина банальная на самом деле. Мне пришло осознание, что надо поступать, то есть куда-то, да, чтобы высшее музыкальное образование получить. Я подал документы в несколько вузов. Это был там Челябинск, Тюмень и Шадринск. Везде приняли и потом обозначили некую сумму, которую нужно оплачивать в год. Вот, и поэтому, ну, в Шадринске он самый такой приемлемый, то есть вариант для учебы, то есть вот. Как проходили годы учебы, какие впечатления остались о преподавателях, о городе? Ну, впечатления честные, искренние, то есть такие хорошие, светлые, добрые, никакого негатива. Что касается города, мне нравятся такие небольшие городочки, в которых, ну, не потеряешься. Есть какая-то определенная своя изюминка в архитектуре, да, так как это такой городок, он приближенный к каким-то таким вот, ну, старым городкам. То есть есть архитектура некого такого Урала, может, перемешанная еще с какими-то элементами, да. Вот, очень приятно, красиво. Что касается вуза, то есть тоже все очень достойно. Ну, преподаватели, это вообще такая отдельная тема, очень приятная, душевная и какая-то, знаете, такая радостная, наверное, которая дает всегда хорошее настроение. Преподаватели, которые учили меня, оставили только хороший, светлый отпечаток в моей жизни. С ними было очень приятно работать. То есть, ну, я считаю, что это призванные люди, достойные своего призвания. Давайте сейчас вернемся в прошлое и вспомните, как вообще вы увлеклись музыкой, повлияла ли как-то на это семья? Ну, музыка, я увлекся, это в глубоком, далеком детстве. Мой дед, он был фронтовик, вот, у него был большой дом, большая печка русская такая, на которую можно, если вы знаете, то есть, ну, лечь поспать, потому что она теплая такая. Вот, и он вечерами усаживал на всех внуков на стуле рядом с собой, сидел возле печки, там что-то подкладывал в печку, дровишки, и брал балалайку и начинал петь какие-то песни. Вот, наверное, с того и началась эта любовь к музыке и к чему-то такому хорошему, светлому и высокому. Вот, с каких-то вот таких непрофессиональных посиделок. И потом она переросла в более какое-то глубокое осознание. Но в какой момент вы все-таки поняли, что именно музыка – это ваше призвание, и именно этим вы хотите по жизни заниматься? Призвание, наверное, я понял это, может, в более осознанном возрасте, это лет, может, 8-9, вот так вот. То есть я уже начал чувствовать, что что-то со мной происходит внутри, моя мама, она водила меня в кинотеатры, тогда очень были знаменитые индийские фильмы, где много пели, там танцевали. Это классическая история бедного юноши из бедного квартала, который становится потом звездой. То есть уже в тот момент со мной начало что-то происходить, я начал верить, самое главное, что на самом деле неважно, живешь ли ты в маленьком городе, да, или там в маленькой деревне, если у тебя есть мечта, ты можешь достичь это. Потом как-то годы шли, я занимался музыкой, пел, то есть участвовал в разных коллективах, там это был хор был академический, были какие-то там проекты с оркестром, ну и так далее, и так далее. Много таких всяких, и дуэтные какие-то концерты, вот. Но при этом это оставалось все как-то не основной частью моей жизни, потому что я занимался какими-то разными делами, так сказать. Это были и бизнес у меня был, там и магазин был, и потом более большой строительный бизнес, вот, какой-то благотворительный фонд у меня был, ну много всего такого. Но, конечно, все попутно, как бы шло две дороги, то есть основная жизнь, и рядом шла всегда музыка, потому что, ну, везде я пытался как-то участвовать в каких-то концертах, делать какие-то вечера творческие. И благотворительных концертов очень много я сделал в таких местах, как столь отдаленные, да, это колонии, это также детские дома, дома престарелых, вот. Ну, более осознанно, так сказать, что я решил прям посвятить себя вообще. Это, ну, произошло, наверное, каждый человек, когда ему исполняется 29-30 лет, у него происходит определенный перелом, что, как бы, ну, сколько можно себя тратить на то, что тебе не приносит такого большого удовлетворения в жизни. И вот, как бы, было принято решение уже погрузиться в это плотно, как бы, и все отойти от всех этих дел суетных, бизнеса и так далее. Все, ну, вот так. Помните свои первые выступления, какой-то первый тур? О, первые выступления. Ну, наверное, более глобальный такой первый тур, это был, когда мне было, если я не ошибаюсь, 20 лет. Один музыкант меня пригласил сделать такое турне по Уралу небольшое. Вот, как бы, очень сильно запомнилось, было очень стрессово так. То есть я, ну, впервые встретился, на самом деле, за два дня сделать 9 концертов. Это было очень, как бы, ну, для меня непривычно, потому что, в основном, вся программа концертная, она лежит на вокалисте. То есть, вот, и приходилось и разговаривать с людьми, и какие-то предисловия к песням, и так далее, и так далее. То есть это было, конечно, необычно для меня. Вот, а что касается первого выступления, оно началось, ну, в школе, в общеобразовательной школе. Я даже помню, у меня был преподаватель музыки, он нам на баяне играл, и песня была «Что тебе снится, крейсер Аврора». Вот, пели такую песню, и это было первое выступление. Вы упомянули, что выступали в колониях. Как это было? Это достаточно необычное такое место для выступлений. Самое главное переживание, которое я получил там, ты понимаешь, что нужно с людьми быть на 100% искренними, потому что эти люди, они тебя как будто видят насквозь. То есть они тебя сканируют. Если в тебе есть какая-то некая неискренность или преувеличенный артистизм какой-то, наигранный, да, напущенный, то есть многие просто будут вставать и уходить с концерта. Вот, и благодаря этим необычным концертам как бы формировался мой внутренний мир, да, как артиста. И я понимал, что мне надо быть до конца искренним. Хотя я признаю, что не всегда получается. Поэтому жизнь есть жизнь, да, разные там стрессовые ситуации и так далее. Но чем больше ты идешь в этом направлении, тем больше ты учишься как бы все искренне, искренне. И надеюсь, что у меня это получается. А с каким репертуаром туда ездили и как принимали? Репертуар в основном ценится там такой. Если многие думают, что как бы люди, которые сидят в колонии, они прям так все вот слушают шансон, там, песни о зоне, там, и так далее, там. На самом деле это люди, которым очень противно. Они просто даже просят, пожалуйста, не надо только. Потому что, ну, в любом случае разные группы приезжают, вокалисты, и у каждого свой репертуар. И когда ты приезжаешь, как бы, да, вот я приезжал, они мне говорили, Сергей, ты хоть не будешь шансон петь? Я говорю, не, не, я шансон вообще не люблю, как бы не понимаю и так далее. Все, они ценят песни о родине, о маме. Что самое интересное, они очень любят классические произведения разные. То есть я вообще удивился этому. Они ценители настоящего искусства. Важным этапом на вашем музыкальном пути, конечно, стал проект «Голос». Но кроме него пробовали куда-то подавать заявки на какие-то другие известные проекты? Ну да, проект «Голос», наверное, такой переломный, некий момент в моей жизни стал. Ну, до этого я повторюсь уже, да, что я участвовал и во всероссийских вокальных конкурсах, и международных, и областных, там, и всяких-всяких. То есть очень много побед, там, и в фестивалях «Газпрома», очень такие, которые на высоком уровне, и где-то даже посерьезнее и глобальнее, чем сам проект «Голос». Потому что, ну, мы понимаем, что «Газпром» – это такая серьезная структура, где есть деньги, то там есть все. Вот. Что касается «Голоса», ну, очень интересный проект. То есть я подавал на «Х-фактор», на «Украину». Вот. Был одобрен, но в связи с этими событиями, которые на «Украине» начали происходить, да и до сих пор происходит, к сожалению. То есть меня, как человека, который живет в России, то есть, ну, просто не пустили туда. Как бы это, ну, нереально. Вот. Также подавал заявку на «Еврофест». В Белоруссии это подготовительный этап перед «Евровидением». Ну, в связи там с некоторыми финансами, с затруднениями, то есть не смог поехать туда. То есть мы сделали, хотели сделать совместную программу, такую, ну, некую песню, да. Вот. С одной группой, это мои друзья, группа, ну, «Теки», если, ну, интересно, можете посмотреть в Ютубе или там в источниках интернета, вот. Ну, только из-за денег, как бы, не получилось. Вот. Также есть проект еще вокальный, такой президентский «Новая звезда», туда тоже подавал. Ездил на кастинг, вот. Но больше для, я думаю, что для красочности какой-то выбрали такую фолк-группу, ансамбль из Ханты-Мансийского автономного округа, где я живу. То есть, ну, потому что в любом случае на ансамбль вокальный приятнее смотреть где-то, чем на вокалиста. Они еще такие перемешанные. То есть вроде и народники, и эстрады перемешанные. На них очень интересно смотреть. Вот. Ну, сейчас тоже думаю, что буду продолжать двигаться в этом направлении. Возвращаясь к «Экс-фактору», почему политика мешает искусству, вот, Ваш взгляд? Ну, я думаю, что это, наверное, две разные вселенные – политика и искусство. Хотя искусство вроде оно, оно же не всегда такое искреннее и честное и настоящее, да? Оно также есть, ну, и просто бизнес-проекты и так далее. Но я думаю, что политика, как бы, это другой мир, который, наверное, занимает такую преобладающую позицию над всем, что идет, может, чуть-чуть ниже – это искусство, да, там, какие-то ответвления, медицина, может, еще что-то, образование и так далее. То есть политика, она над всем, и поэтому, как бы, они имеют определенные рычаги давить на все. И, по сути-то, им, как бы, неинтересно искусство и все, что к нему как-то можно привлечь. Насколько я знаю, Вы подавали заявку на шоу «Голос» три года подряд и только в третий раз Вас пригласили на кастинг. Вот какая была реакция, что после двух неудачных попыток все-таки получилось? Ну, состояние было необычное. Во-первых, ты не веришь, потому что там, ну, ты подаешь, да, в электронном варианте всю заявку, заполняешь ее, там, скидываешь свои песни и так далее. И потом тебе приходит ответ. То есть ответ на электронную почту также и все там. Здравствуйте, Ваша заявка одобрена и приглашаем на кастинг. Ну, необычное состояние радости, неверия какого-то. На самом деле, ты думаешь, что как-то, может, какие-то мошенники или еще что-то, всякие мысли начинают. Но потом ты понимаешь, что, ну, как бы, это все правда и как-то радостно очень сильно на тот момент. Как переживали все вот эти кастинги, отборочные этапы? Ну, в любом случае это очень стрессово, но помогает все это превозмогать какое-то внутреннее, ну, все-таки состояние вот этой мечты, что она исполнилась. Что ты все-таки попал на такой вокальный проект и можешь видеть, да, наставников, там, все это так взирать, всю эту красоту съемок, там, звука очень шикарного, поработать с этим оркестром, фонограф. Вот. То есть, ну, конечно, все это помогало, но что происходило внутри, определенный стресс, который не заканчивался. То есть, когда были кастинги, он достигал такого пика, что один раз у меня даже, хотя вроде, ну, ничего не предвещало, я чуть в обморок там не упал, что перед тем, как выйти на сцену, так хопа, очнулся где-то возле стенки. То есть, ну, интересные такие процессы, они, наверное, больше физические, биологические какие-то, что ты, ну, не контролируешь их. Вот, как-то так. Какие песни исполняли вот на этапе отбора? Песни были, была одна на английском языке, легендарной рок-группы Экстрим, потом была на украинском языке, была «Чернобрызца», песня о маме, и три песни на русском языке. Это было все в виде папури, то есть, небольших кусочков с каждой песни, чтобы там не распевать там по максимуму очень быстро. Ты должен показать, что ты можешь. В итоге все-таки комиссия выбрала песню именно на украинском языке, вот как думаете, почему? Знаете, ну, лично мое мнение какое-то, оно может быть неправильное. А в любом случае, проект «Голос», он находится в России, да, и на Первом канале. Я думаю, что, как, наверное, любой другой федеральный канал, есть определенные указания, что нужно делать. И то есть, через это шоу, я как думаю, да, через проект «Голос», все-таки правительство, оно хоть чуточку пытается достучаться, донести до украинских властей, что на самом деле нет никакой агрессии, где-то, может, протеста к Украине. То есть, этим самым они не допустили, а настояли на том, чтобы прозвучала украинская песня. В Пятом проекте «Голос» там было, по-моему, две или три песни на украинском языке. Я считаю, что это правильно. Хотя, что касается меня, я бы, наверное, не хотел бы петь эту песню. То есть, потому что по определенным диапазонным, как бы, таким моментам начинается там, ну, скажу так, с низкого голоса, да, и надо переходить на высокие ноты, но перейти на высокие ноты, как бы, не успела я, потому что есть лимит времени – две минуты, и все. То есть, я должен выступить, и… А какие-то отзывы получали именно от украинской аудитории? От украинской аудитории было столько отзывов. После того, как я спел эту песню, мне начали писать там в личную соцсеть ВКонтакте, там, и в Ютубе комментарии, там, и много-много всего. То есть, и это было, на самом деле, очень приятно, потому что сам я по национальности украинец, да, на Украине был один раз всего. Но фамилия моя говорит обо всем, то есть, вот. Ну, приятно было. Русские, как бы, не менее много хорошего писали, но как-то Украина, она была активнее, так сказать. Кто поддерживал вас на проекте и был вместе с вами за кулисами? Со мной было три человека. Была одна женщина, которая является моей коллегой, мы с ней, у нас есть дуэт, мы очень много поем, то есть, дуэтом. Вот, она была со мной, потом был мой друг-саксофонист, это тоже с моего города Владимир, вот, с которым мы как раз когда-то первое турне делали, за два дня девять концертов. Вот, и третий человек это был, то есть, очень серьезный человек с таким уровнем всероссийским, золотая труба России, это Семен Мельштейн. А как вы с ним вообще встретились, познакомились, почему он вас поддерживал? А с ним встретился я, он долгое время приезжал к нам в город и сидел в жюри газпромовских фестивалей. То есть, вот, как-то мы начали общаться, дружить и все. Когда я прошел в проект «Голос», у меня сразу как-то мысль появилась, чтобы его именно пригласить, ему это будет приятно, то есть, ну, как-то вот. Еще одна интересная встреча у вас произошла на проекте «Голос» с шадринским гитаристом Никитой Савельевым, который тоже принимал участие в пятом сезоне. Как вы встретились, как познакомились? Встреча очень интересная. До того, как я поехал туда, мне уже там ребята-музыканты шадринска через наших музыкантов передавали, вот, что наш тоже там парень едет. Потом мой педагог с университета, Москвина Инна Викторовна, тоже рассказывала о нем, вот, наш мальчик шадринска тоже едет. И как бы думаю, ну, едет, едет, как бы я особо не предавал, но все едут. И вот, встреча с Никиткой, она такая очень интересная получилась. Там каждой группе людей дают, ну, гримерки. И все, и как бы мне сказали номер гримерки, я захожу в гримерку, как бы она пустая, и всего один человек там, какой-то парень такой, ну, крепкого телосложения, в темном, что-то тусуется. Я говорю, привет, там он, привет, там, все представились, я говорю, меня зовут Сергей, он Никита. Я говорю, это ты, Никита, тот. Потому что много дает, он такой, какой тот? Я говорю, Савельев Шадринска. А, ну, да, да, как бы и все. Ну, интересная встреча, очень знаковая. Вот, продолжаем с ним общаться до сих пор, то есть переписываемся и там как-то стараемся помогать друг другу. И он вам подарил несколько своих песен для исполнения? Да, это уже было после проекта, он подарил мне пять песен для исполнения. А я еще, когда, помню, мы с ним переписывались, я говорю, Никита, может, там, сколько я тебе должен, там, ну, на самом деле, в творческом мире это все процветает, все почему-то, я не знаю, почему, хотят постоянно что-то друг с другом получить, поиметь как-то финансовое. То есть, ну, вот, ну, я скажу честно, я не такой, как бы и, ну, в любом случае, когда люди что-то просят, да, что-то, ну, я стараюсь это делать, потому что, ну, понимаю, что. Вот, Никитка оказался очень хорошим человеком, музыкантом, достойным. Он сказал, нет, не надо, Сережа, никакие деньги. Для меня будет приятно, если ты будешь исполнять мои песни. Все, как-то вот. Довольны ли, остались своим выступлением уже на сцене главного вокального проекта страны? Не, не доволен, потому что определенные, то есть, такие, ну, моменты, которые там, опять же, да, повторюсь, говорил, что очень низко, потому что это не моя тесситура вообще, вокального исполнения. Было очень низко петь мне, то есть, голос, он просто, ну, мычал, завалился, я не мог взять даже голосом и связками какие-то ноды, то есть, потому что они для меня были очень низкие. Вот, что касается просто пребывания там, очень, ну, конечно, приятно выйти на такую сцену. Просто для каждого вокального исполнителя и для музыканта, конечно, наверное, самое главное – это звук. Звук был очень профессиональный, очень серьезный. А какие впечатления остались от работы с оркестром? До этого я работал с разными оркестрами. Когда я поработал с оркестром «Фонограф» под руководством Сергея Жилина, такого легендарного человека, да, я понял, что все, что в моей жизни было до этого, какие оркестры, это был, ну, назову это так, ну, какой-то детский сад. Для меня было всегда непривычно, потому что сам по себе человек такой очень, ну, скажу, ранимый, да, я, ну, не понимаю, когда мы занимаемся каким-то материалом или, там, разбираем какой-то вокальный материал с оркестром, надо заниматься, как бы, делом. А когда ты приходишь, и вот эта группа музыкантов, называемый оркестр, они… Кто-то играет, кто-то не играет, кто-то не слушает дирижера. И вот это вот час-полтора, наверное, дирижер занимается тем, чтобы им как-то донести до них, ребята, надо играть же произведения. Они вот все, ну, как дети малые. Что касается оркестра Жилина, то есть ты просто приходишь туда, и ты понимаешь, что это сидят очень серьезные люди, серьезные музыканты. Они просто задают вопрос, какую песню играем? Вы же такую, все. Все, репетиции настолько быстро проходят, потому что люди занимаются своим делом. В сезон проекта вас все-таки не взяли, но отзывы от наставников были очень положительные. Вот этот момент вселил в себя какую-то уверенность? Ну да, без сомнения, это было очень приятно и поддержало. Потому что, ну, конечно, где-то переживание было за тех вокалистов, да, артистов, которые выходили. И там многим из них говорили такие нелицеприятные вещи. То есть и где-то душа болела за них. Ну, что касается меня, да, мне сказали, все очень достойно, и я полностью согласен. Конечно, это очень сильно поддержало, чтобы идти дальше. То есть развиваться, и что проект «Голос» — это не все в жизни артиста. То есть есть еще большая творческая жизнь. Ну, такой серьезный вокальный проект — это проверка и как музыканта, и как человека. Вот удалось себе открыть какие-то новые черты характера, какие-то новые грани? Самое, наверное, большое, что вселило какую-то некую большую уверенность, чтобы идти вперед. Вот просто все, ты такой внутри себя чувствуешь, все, я крутой. Ты такой можешь, все. По истечении какого-то времени, допустим, долгое время, я всегда хотел писать свои песни. То есть вот здесь как-то, ну, как-то они не приходили, вдохновения особого не приходило. Вот. На вокальном проекте были такие подарки от банка «Югра». Это были там карты с определенной суммой и кожаные красивые ежедневники. Знаете, прошло чуть время, и вдруг я начал писать песни. И начал писать песни в этом ежедневнике. То есть интересно, и он до сих пор, ну, он есть, и там еще много страниц. Вот. И, конечно же, про этот голос, он внес некую такую силу, наверное, внутри. Вселил как-то вот, ну, вдохновил, чтобы идти дальше. Можно, конечно, было сломаться, остановиться. Но, наоборот, конечно, ну, было там, может, месяц или два какая-то такая беспробудная депрессия, очень серьезная. То есть какие-то переживания, там, перестал общаться со многими людьми. То есть стресс, который ты не можешь побороть, на самом деле. Но потом как-то все ушло, выдохнул, и все, идем дальше, пишем песни, и все. Ну, часто участников таких проектов спрашивают все-таки, к кому бы они хотели пойти в команду? Вот. Вы к кому бы хотели попасть? Ну, когда я был там на проекте, именно в пятом сезоне, да, конечно, я подумывал, если бы я прошел, то я пошел к Леониду Агутину. Вот. Но, когда я там поучаствовал, мое мнение изменилось. Если бы вновь мне посчастливилось побыть на этом проекте, да, это был бы, конечно, или Градский, или Баста. Вот. То есть это люди, которые, наверное, ну... Градский, он как преподаватель очень такой серьезный, да, а Баста, он как человек очень душевный и очень тоже серьезный в этом плане. То есть он чувствует людей, именно энергетику. После проекта стало ли поступать больше каких-то предложений, где-то выступить? Может, какие-то предложения о сотрудничестве от других участников? Ну, в любом случае, такие вокальные проекты, да, как «Голос», все равно это определенная реклама, то есть потому что, ну, там, Первый канал и так далее, там, везде. То есть, да, то есть предложения, они были, они есть, я надеюсь, они будут. Тут у нас есть очень такой интересный бизнесмен в городе, он занимается тем, что он продает, ну, творчество. Вот он такой шоумен, он и сам как ведущий, как бы, очень хороший, и, как бы, такой шоумен привлекает очень многих артистов. То есть, вот, недавно он мне предложил сделать типа вокальной студии для подростков. То есть я никогда об этом не думал, на самом деле. Я думал, ну, как бы, ну, он как-то мне вот, ну, дал эту тему для размышлений. Я начал задумываться, на самом деле у меня очень есть очень большой опыт, да, где я могу делиться с этими людьми подросткового возраста, чтобы как-то попытаться помочь не просто держаться на сцене, да, но и в закулисье вот эти все стрессы, волнения, ну, и так далее, и так далее. Что касается концертных проектов, они всегда есть. Творческие встречи, квартирники, там, работа в больших клубах, да, или просто такие эпохальные красивые концерты, которые проходят на сценах. Это все есть, я думаю, что и будет. А какова вообще география выступлений? От Волги до Енисея? Ну да, до Оби. Да, ну, как бы, она, наверное, больше, но это Свердловская область, Тюменская область. Вот, ну, часто мы по работе ездим, это юг. А семья как относится вот к таким частым гастролям? Ну, я думаю, что семья радуется, что востребованы, но при этом выбора другого нет. Как бы, ну, вот так, ну, такая профессия, как бы, куда деваться? То есть не будешь ездить, да, не будешь расширять свой кругозор какой-то и географию своих выступлений. Отношение семьи еще очень такое позитивное и положительное в том, что дети, да, которые у меня есть, это дочь Мария и сын Тихон. То есть они очень сильно постоянно волнуются, там, постоянно мне смс-ки какие-то пишут, там, или там в соцсети где-то написывают. Вот, Маша, она, конечно, менее такая эмоциональная, но у нее мало слов, но больше конкретики. Вот, а Тихон, он такой, как бы, более, может, эмоциональный, потому что он тоже музыкант. Вот он сейчас занимается в музыкальной школе по классу аккордеон. Что касается моих детей, я бы никогда, там, ну, не пожелал бы им быть музыкантами. То есть, потому что я понимаю, что профессия музыканта – это очень, ну, стрессовая профессия и очень много переживаний. Многие просто не выдерживают, и многие легендарные личности, они, да, погибают в наркотиках, в алкоголе из-за того, что просто не прошли какой-то рубеж. Что касается сына, он просто взял и сделал сам, хотя его, там, не водилось же в музыкальную школу. Просто как-то приходит сейчас со школы и говорит, папа, я записался в музыкальную школу. Я думаю, ну, как бы шутит, что ли. На самом деле, все преподаватели с музыкальной школы, они, нет-нет, приходят в общеобразовательную школу и проводят такие рекламные акции. Они заходят в каждый класс и рассказывают, вот у нас набор, есть там по каким-то классам аккордеона, фортепиано и так далее, да. И вот к нам пришла там некая женщина и вот рассказала, знаешь, папа, и вот у меня внутри что-то загорелось. Короче, пошел он записался, вот уже два года он занимается, купили ему аккордеон. Но он на самом деле одаренный, он очень одаренный. У него все получается, просто аккордеон горит в руках, быстро схватывает и так далее, вот. Ну, приятно. При этом я всегда сейчас говорю, ну, сына, если ты все-таки хочешь избрать путь музыканта, то нужно на цели найти не в России, чтобы было где-нибудь за аккордон, чтобы быть более востребованным. Конечно, многие меня не понимают, что это ты там сына говоришь. Ну, я говорю правду, потому что на самом деле музыканты в России, они вообще на негостребованы. То есть это все настолько шатко-валко, может, когда-то это все изменится. Тем более музыканты, которые, да, имеют какую-то классическую школу. Поэтому всегда я говорю, давай сына, там, школа одаренных детей, потом консерватория и куда-нибудь за аккордон работать в каком-нибудь хорошем коллективе. Но стараетесь детям прививать правильный музыкальный вкус, какие-то правильные музыкальные ценности? Хороший вопрос, кстати. Что касается этого, не стараюсь прививать, потому что они сами уже привитые. Прививка у них стоит с самого рождения. На самом деле для меня это тоже большое откровение, когда я начал замечать, что мои дети, они слушают вообще ту музыку, которую когда-то слушал я или подобную, да, то есть, ну, каких-то, может, новых, так сказать, о формлениях сегодняшнего времени. То есть, слушаю там хороший рок, джаз, фанк и так далее. То есть, все то, что я слушал когда-то. Когда я был ребенком, мои там одноклассники, мои друзья слушали, там, такие группы были, там, как Сектор Газа, там, или, ну, вот такие подобные. Я никогда не понимал этого шансона, тем более не понимал, эти дворовые песни всякие. Вот, и как-то этим всегда отличался и напрягал все свое общество друзей, что я слушаю совсем другую музыку. Вот, мои дети тоже слушают, а они как бы... Ну, можете назвать какие-то вот самые-самые любимые группы, самые любимые исполнители? Самые любимые исполнители, это, конечно, Стинг, Брайан Адамс, Стив Вандер, Рэй Чарльз. Это, то есть, такие самые любимые мои исполнители. Вот, что касается групп, это Металлика. То есть, до сих пор там очень много слушаю, люблю слушать, потому что считаю, что это такая очень незамороченная и грамотно выстроенная, очень качественная музыка. Что-то поете из репертуара вышеназванных групп и исполнителей? И вообще, как выбираете репертуар для вот своих концертов, выступлений? Ну, из названных вокалистов-исполнителей пробую только Стинга и Стива Вандера. То есть, как-то начал приближаться к этому, понимая, что петь песни Стива Вандера – это очень сложно, потому что человек, он за одну песню может пройти несколько октав, то есть, и вернуться, и вот это вот скачки постоянные. То есть, на самом деле, немногие вообще в мире как-то пытаются спеть и берут в репертуар, да, именно в его стилистике петь его же песни. Делают какие-то кавер-версии, там, классические и так далее, потому что очень тяжело на самом деле, когда ты не имеешь зрения, да, а имеешь просто какой-то вокальный, наверное, слух, да. То есть, это внутри, я как бы не могу представить, что там бурлит, вот это вот. Вот, а что касается всего репертуара, как бы выбираю, конечно, такой репертуар, который сразу вот он ложится на сердце, и вот как будто это моя песня, мои переживания, все вот только так, как бы стараюсь. И в заключение, собираетесь еще раз подать заявку на голос и попробовать еще раз покорить эту сцену главного вокального проекта? Ну, собираюсь, собираюсь подать заявку, не думаю, что они меня пустят, вот, ну, может вдруг чудо случится, что бывают, бывали такие моменты, что когда берут ребят, вот один человек со мной участвовал в пятом сезоне, он сейчас в шестом сезоне дошел там до полуфинала. Хочу попробовать, но при этом у меня уже нет, наверное, той какой-то такой, такого запала, может, внутреннего, прям попасть там. Я понимаю, что, ну, востребованные, то есть, сейчас уже какая-то другая грань моей жизни, это написание своих песен, то есть, и тогда это уже все другое. То есть, ну, если, ну, получится, получится. Нет, нет, как бы, ну, все равно попробую. Ну, если пробовать еще раз, то это должно быть уже какое-то другое возвращение, то есть, если в первый раз это был такой прям романс, то, наверное, если пройдете еще раз, хочется спеть что-то совершенно другое. Да, очень хочется. Во-первых, песни на сам кастинг будут подготовлены совсем другие, то есть, сейчас уже некая мудрость есть, да, что надо что-то готовить такое прям вот, очень фирменное назову это так, чтобы это просто прошибало там вот. Вот, конечно, хочется. Я понимаю, что есть мир искусства такого, ну, бизнес-искусства, где, на самом деле, люди, они ждут, как где-то прочитал в одной книге, что людям надо хлеба и зрелищ. То есть, вот, и надо сделать вот эту зрелищность. То есть, чтобы люди, они, люди сегодня хотят, чтобы их нервы, они как-то, вот, не просто в покое находились, а дребезжали внутри тела где-то. И вот, наверное, будет выбираться какой-то вот такой интересный специфический репертуар, хотя для меня это очень, наверное, новая тема, да, потому что я только двигаюсь в этом. Опять же, может, это и будет, наоборот, лучше, когда ты что-то свеженькое и для себя, и ты как бы более искренне в этом будешь. Не как машина просто на сцене. Если все-таки вы решите еще раз пробовать себя в шоу «Голос», мы желаем вам всяческих успехов и можете быть уверены, что Шадринск вас поддерживает. Спасибо большое. Итак, у нас в гостях был музыкант, певец, участник пятого сезона проекта «Голос» Сергей Дусик. Вы смотрели программу «Интервью». Продолжение следует...